как вы относитесь к тибетской книге мертвых я к ней отношусь положительно в тибетской книге мертвых говорится о том что человек после смерти может проходить путь и пройдя этот путь он может выйти в мир где его будут сопровождать тибетские монахи и они могут его сопровождать до момента пока он не попадет в мир чистый то есть убивал ты либо какашкой если тебя монах проведет это можешь быть там где-то могу сказать что книга мертвых пугает обычно людей потому что там есть такой текст в не бойся ты умер после этого там рядом с тобой находится вот это слева находится вот это справа вот это не бойся там и иди это не первая книга которая называется книгой проводов в крестьянстве тоже используется псалмы которые фактически помогают человеку переродиться также есть напутствие батюшки который может говорить о том что там вот пусть его душа теперь чистое там давайте его 40 40 дней будем поминать и так далее там 9 и 40 и там будем читать для него молитвы это то же самое что в книге мертвых и основывается православной религии на дополнительную книгу которая называется книга о иоанна предтечи ерс не 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 предтечи а богослова а в католицизме это как бы молитвы которые не используются православие которые называются молитвами святого петра которыми почитают человека и переход его напрямую к богу там есть такие слова где говорится о том что иисус христос к нему пришел петр и петр говорит что ж ты умрешь потом воскреснишь а как же мы твои ученики он сказал в истину каждый кто попросит за у тебя получит у меня прощения ну и вот эти слова говорятся во время похорон человека на латыни и после этого говорится о том что этот человек тоже из-за того что он был верующий просил постоянно и все начинают просить у петра или у папы римского за этого человека и считают что он таким образом хорошо отношусь хорошо это зачем это сделано мы так так загнаны в этом мире и мы так загнаны в этой жизни что вот эта жизнь с ее огромным таким наверное пропеллером как тому куприна молохом который ест все подряд не жует и глотает люди попадают туда в какие-то неприятности как в молохе их просто ломает на части и мы очень забываем о важном забываем о том что мы нужны забываем о том что мы нужны родителям своим не можем быть к ним ближе не можем заботиться забываем о том что у нас есть родственники мы забываем о том что есть друзья любимые мы забываем паша некогда Потому что деньги, 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 или еще что-то, или проблемы, 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 и забываем об этом. А потом вдруг человек умирает, и мы вдруг в этот момент начинаем понимать, и нас начинают мучить где-то даже внутренние такие чувства, что да, а можно было быть ближе, и начинаем вспоминать, что человек-то был хороший, и нужно было быть к нему ближе, и так мало времени провели. знаете когда имеем не ценима как только теряем начинаем ценить вот это и происходит и вот мы мы вынуждены знаете из-за того что мы не животные мы не можем один день по переживали завтра забыли или отпустили так не может быть потому что этот человек был частью нашей жизни он был частью мы были частью его жизни он для нас был дорог и важен но мы как-то забыли после выживали мы не при чем и он конечно не при чем но потом вот мы хотим чтобы было еще долгое время где мы бы несмотря ни на что были бы для него полезны и из-за этого вот и придуманы эти обряды когда там 12 дней или 9 или 7 дней сидят перед умершим не помню этот обряд иудейский дальше когда у мусульман тоже такой есть обряд когда сидят перед умершим долгое время такой обряд и там по его поминают или просто сидят молча такой обряд это 9 дней праздную это потом 40 дней праздную такое есть у всех что это и для чего это ну потому что человек может таким образом объяснить себе что вы или тот человек который жил он дорог и он не может быть вычеркнут вот так на протяжении трех дней там щелчком пальца что да есть там любовь что да очень тяжело и да помним и да хотим помнить и да в сердце нашем находится вот собственно из-за этого они такие длительные и долгие цените близких пока они живы уже потом когда мы умираем или потом когда они умирают то это очень долго нас потом очень долго потом вспоминаем знаете был на таких похоронах когда-то был мороз такой минус 40 и мы в египте отдыхали и позвонили с египта и сказали что близкий человек умер и вот такой взрослый уже был и я приехал в ровенскую область и в сарнах он жил и вот мороз 40 градусов и пришло так много людей и мы шли от его дома до церкви церковь неотапливаемое внесли туда гроб и полная церковь людей многие не пошли на по на поминки многие просто не пришли люди по приезжали со всей со всего постсоветского пространства очень много было людей и я тогда подумал а знаете иногда человек должен думать кто к вам придет на ваши похорона кто-то придет а почему не придут а если был бы не хорошим человеком то никто бы не пришел хотя знаете если сильно нехороший но очень хорошая рекламная компания то кто угодно придет почему на шару поесть но хотелось бы чтобы как нему